Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 20 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другое высокотехнологичные машины и аппараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я работаю на предприятии в должности ведущего технолога производства. Полгода назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Швецию и Финляндию. Для выхода на рынок стран Скандинавии наша компания планировала расширить производство и увеличить выпуск таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. По технологии производства таблетки дальше должны были упаковываться в блистер, который, в принципе, сохраняет таблетки из порошка от воздействия окружающей среды. Для осуществления этой задачи необходима была, по сути, покупка нового, современного оборудования производительностью 110 тысяч таблеток в час и диаметром таблетки 14 мм. Выбор автоматического оборудования для прессования таблеток возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. Я приступил к поиску таблеточного пресса, который, в принципе, используется для отработки промышленных партий таблеток путем прессования в пресс-формах таблеточной массы. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный таблеточный пресс и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов четыре компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке таблеточного пресса и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне таблеточный пресс в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях таблеточного пресса, прислал ролик на электронную почту, инструкцию по эксплуатации, где я смог все спокойно изучить. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку таблеточного пресса. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видеоролик машины. Загрузка порошка осуществляется через две воронки, автоматическое управление с регулировкой давления. Компактная машина не будет занимать много места. Оборудование сделано из плотной нержавеющей стали, рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Машина пришла через два месяца, мы быстро наладили и запустили производство таблеток для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний и обеспечили предприятие продукцией для поставки в страны Балтии. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, вообщем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.